Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Андрей и вы на канале Эндрю. Сегодня у нас вторая часть обзора средневекового города-крепости. В этом видео я покажу, как я его еще больше усовершенствовал и что в нем сделал. Давайте перейдем к обзору. По центру также располагается главный замок. Здесь я практически ничего не поменял, только добавил боковые углы, чтобы они заслоняли черные элементы. Еще я недавно купил, мне вчера привезли набор Лего Майнкрафт, который называется Крепость. Я его сюда тоже приделал. Вот так вот он выглядит теперь, мой город. Тут вот есть стойка для барани, две башни, центральные ворота. Кстати, если здесь так нажать, они открываются. Это как раз моя фигурка на коне. Вот тут находится огород. Вот тут костер, там дальше дома. Вот тут находится городская библиотека. Сейчас вам ее поближе покажу. Вот она. Вот тут находится загон для животных. Здесь как раз овца находится, вот она. В этот загон как раз лошадь можно ставить. Так, что тут еще есть? Я расширил пространство между домом. Теперь тут три Лего-клеточки. Еще я сделал центральные городские ворота. И крепостную стену. Тут также проходит крепостная стена. Тут такие окошки есть. Зарешеченные. А вот тут стоят раздатчики со стрелами. Если вот так нажать, что-то не стреляют. Вот, стреляют. Тут находится железная дверь, ведущая в башню. Если вот на этот рычаг нажать, дверь откроется. Вот тут дерево такое. Очень красиво получается. Правда, у меня еще не хватает пластин, чтобы запомнить это пустое пространство. Но я думаю, где-нибудь еще деталь найду, и тогда уже все запомню. На башнях горит сигнальный огонь. Так, чтобы еще вам показать. Ну, и можно, пожалуй, показать еще флаги. Вот, с красными лицами криперов. Такой же флаг есть еще вот здесь. Так, тут домик фермера. Тут домик мага. Вот он. Тут зал для очарования предметов. Вон там, под блоками голубой шерсти стоят полки. И стол за очарования. Вот это место я также заполню пластинами. А это домик обычного игрока. Вон там здание городского совета. А это башня. Можете заметить, тут растет тростник, морковь, пшеница. Еще вон там стоит ведро с водой. По стенам расположены также факела. Давайте посмотрим сверху. Вот так вот выглядит вся территория моего города. Ну и, конечно, если вот так посмотреть, выглядит очень потрясающе. Так, вход выглядит. Спереди. Тут вот игроки ходят. Они все, конечно же, в броне. Вот у этого железная броня. Шлем и нагрудник. У этого железные штаны и ботинки. Кстати, тыква на голове. Кто не видел, кстати, мои ролики про Хэллоуин, посмотрите. Сейчас появится подсказка в правом верхнем углу. Вот тут игрок в полу, в железный пол, в золотой броне. Вот тут стойка с броней. Тут алмазная броня находится. А вот тут игрок в золотой броне. Тут, кстати, костер горит такой красивый. Тут наковальня находится с лавой. А вот тут сундук с оружием. Тут расположены мечи всех типов. Вот каменный, деревянный, железный, золотой и алмазный. Вот тут зеленок пасется. Ну что ж, на этом все. С вами был Андрей. Подписывайтесь, ставьте лайки. И, кстати, если на этом видео наберется 10 лайков, я выпущу третью часть, где уже, наконец, доделаю до конца всю территорию этого города. Включая еще четвертую башню, которая будет находиться вот здесь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.